ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Число ДТП с участием электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности в этом году в России увеличилось в три с лишним раза. По данным МВД, в таких авариях погиб 31 человек. Почти 3000 граждан получили травмы. Около трети из них – это дети до 16 лет. Чаще всего происшествия случались на тротуарах, пешеходных дорожках и на регулируемых переходах. Города-лидеры по количеству ДТП с участием электросамокатов – Москва, Петербург, Нижний Новгород и Тюмень. Волжский автозавод возобновил выпуск универсалов «Лада Веста СВ» и «СВ Кросс». На сайте предприятия указано, что стоимость первого начинается от 1 миллиона 330 тысяч рублей, второго – от 1 миллиона 512 тысяч. Машины оснащаются 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил. В базовой комплектации у «Веста СВ» имеются светодиодные фары и задние фонари, АБС, две подушки безопасности, кондиционер, кнопка запуска двигателя. «СВ Кросс» обладает увеличенным клиренсом, 17-дюймовыми дисками, пластиковым обвесом кузова. В салоне предусмотрены разноцветные декоративные элементы. В Калининграде стартовало производство купе-кроссовера «Фэнгон Ай-Х5». В России он будет продаваться под брендом «Дунфен». Ценник пока не раскрывается. В Китае модель стоит, если переводить на рубли, порядка двух миллионов. По размерам и по дизайну автомобиль сопоставим с «Хавейл Ф7» и «Жили Тугела». Под капотом у него размещается 150-сильный бензиновый турбомотор объемом полтора литра, который работает в паре с семиступенчатым роботом. Привод только передний. Фишка машины заключается в наличии системы голосового управления. Благодаря ей можно, к примеру, включать подогрев сидений или менять параметры климат-контроля. Самым удачным автомобилем советского и российского автофрома россияне считают «Ниву» и «Вазовскую шестерку». Это выяснилось в ходе опроса, отреживанного сервисом «Сберавто». Также в первую пятерку вошли такие модели, как «ВАЗ-2101 Копейка», «Лада Веста» и «ГАЗ-3110 Волга». За ними следуют «ВАЗ-2115», «ГАЗ-13 Чайка», «Москвич 412», «Аурус Сенат», «УАЗ-450 Буханка» и «Лада Приора». На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса-101». До свидания. «Трасса-101». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова